Предварительные итоги голосования в Ивановской области подвели уже к 9 утра. К этому времени были обработаны потоколы всех 763 избирательных комиссий. Явка составила 32,9%. Явка нормальная, традиционная для Ивановской области и для областных выборов. В 2013 году, когда у нас проходили выборы депутатов областной думы, явка была ниже. Она была 31%. Сейчас это почти 33%. В сравнении с выборами губернатора явка составляла 36%. Соответственно, у нас сейчас середина получается. Среди лидеров по явке – Верхний Ландыховский район. Там пришли свыше 70% избирателей. Минимальная явка – 21,98% в Кохме. Танислав Воскресенский в ходе голосования набрал более 65% голосов. На втором месте – Сергей Нациевский, замыкая тройку лидеров – Дмитрий Шелякин. Что касается выборов депутатов областной думы, то по одномандатным избирательным округам 10 мандатов из 13 получили кандидаты от партии власти. Два мандата у КПРФ и один у «Справедливой России». Что касается единого областного округа, то здесь голоса избирателей и мандаты распределяются таким образом, что по пять мандатов у нас получает региональное отделение «Единая Россия» КПРФ, два мандата ЛДПР и один мандат «Справедливая Россия». Окончательные итоги голосования в регионе подведут к 17 сентября. И тогда вновь выбранные депутаты смогут приступить к работе. Срок полномочий и губернатора, и областного парламента составит пять лет. Что касается следующих выборов, то они в нашем регионе состоятся лишь в 2020 году. К этому времени истекут полномочия депутатов Ивановской городской думы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.